Итак, уважаемое очередное видео для вас. Весьма интересная информация, особенно как пчелы ощущают запах. И некоторые пчеловоды, не зная, имеют большие проблемы с этим. Я приехал к одному человеку, которого раздавал сахарный сироп. То он на ульях поставил банки, наливает спокойно, поразливал все на ульях. А потом говорит, слушай, у меня две семьи обворовали. Я говорю, ты что же делаешь? Не наливай же на улице. Сделай все в помещении, не проливай на землю. У пчел запах, хочу сказать вам, друзья, в 10 раз лучше, чем у собаки и щейки. В 10 раз. Поэтому сейчас я немножко вам расскажу, что написано в этой статье, как пчелы ощущают запах. Пчела при помощи органов обоняния, расположенных на усиках, способна обнаружить столько разных запахов, сколько может различать и человек. Обоняние насекомых отличается от обоняния человека. Человек ощущает запах, вдыхая воздух через нос. Проходя через нос, воздух хорошо перемешивается, поэтому у человека по запаху не возникает никакого представления о форме пахнущего предмета. У пчел, так же, как и у других насекомых, органы обоняния располагаются на подвижных усиках вместе с органами осязания, и вследствие этого пчелы могут воспринимать форму предметов по запаху. У пчел восприятие запаха связано с осязательным ощущением. Предмет округлой формы воспринимается насекомыми, в том числе и пчелами, совершенно иначе, чем предмет угловатой формы. Ассоциации между осязательным и обонянием восприятием у пчел сходны с постоянной ассоциацией зрительных и осязательных восприятий у человека, возникающих с раннего детства. Такая ассоциация между осязанием и обонянием дает возможность пчелам воспринимать форму предметов по запаху, что очень полезно для них при посещении цветков. То есть они по запаху определяют, какой формы цветок. Пчелы нередко приближают свои усики к цветку вплотную, очевидно, улавливая при этом даже очень слабые запахи. Оказывается, что если различные части цветка обладают неодинаковым запахом, пчела может различать и определять расположение этих частей весьма точно. У нарцисса, например, желтый указатель нектара отличается от белого венчика не только по окраске, но и по запаху. Человек обнаруживает эту разницу, только вдыхая аромат порознь от каждой части цветка. Пчелы, благодаря расположению органов обоняния на поверхности усиков, направляются к нектару, руководствуясь не только окраской, но и разным запахом частей цветка. У цветков многих растений запах, издаваемый разными частями цветка, качество одинаково. Однако у входа в более глубоко расположенные части цветка, где помещается нектар, сила запаха, то есть его интенсивность возрастает. Установлено, что пчелы различают запах 43 видов эфирных масел и 32 вещества, не имеющие для них никакого биологического значения. Они улавливают определенный запах в смеси различных пахучих веществ лучше человека. Органы, воспринимающие вкус, расположены у пчел на ротовых частях, на лапках, на усиках. Они представляют собой покрытые снаружи пористыми пластинками чувствительные клетки, которым подходит окончание нервов. Если погрузить лапки или усики пчелы в сахарный раствор, то в ответ на это вытягивает хоботок. У насекомых, в том числе и пчел, очень трудно различить чувство обоняния от чувства вкуса. Обратили внимание, вот такая вот статейка, что пчелы очень хорошо ощущают запах. И еще несколько статейок интересных. Опыт ускоренного размножения пчелиных семей. Проживая в городе Новороссийске, я приобрел две семьи пчел. На зиму улей поставил в прихожей дома, к южной стене, предварительно прорезав в них литковые щели, чтобы пчелы не попадали в помещение. Литки ульев с литковыми щелями соединил специальными коридорчиками. По опыту я знал, что в этих местах уже в конце декабря выдаются теплые дни, и пчелы успешно облетываются. А в марте начинают свести первые пыльценосы. В этих условиях я решил произвести ускоренное размножение пчел. Мед для этой цели имелся. Подкармливать пчел начал с первых чисел января. Первые две недели корм медовую сыту давал ежедневно вечером по 50 грамм каждой семье, вводя его во внутрь улевую кормушку через резиновую трубку. Перга в улях имелась в достаточном количестве. Температура воздуха в помещении поддерживала на уровне от 20 до 25 градусов по Цельсию. Тепла. Наблюдая за той и другой семьей, я заметил следующее. При солнечной, но прохладной погоде пчелы выходили из гнезд, заполняли литковые коридорчики до выходного отверстия. Некоторые пчел выходили на прилетную доску, делали полукруг в радиусе 3 сантиметров и быстро уходили обратно, потому что на улице было-то прохладно. Не безинтересно и другое. Корм, как правило, я давал в одно и то же время, между 18 и 19 часами, то есть в 6 и 7 часов вечера. Если случалось, что с дачей подкормки я задерживался, пчелы производили сильный шум. К 20 апреля обе семьи хорошо развились, и мне ничего более не оставалось, как каждую из них разделить пополам. В начале июля все 4 семей я еще раз разделил, и все 8 семей перевез в плавни, где они собрали себе запасы корма на зиму и дали 240 килограмм товарного меда. На подкормку пчел я израсходовал всего лишь 50 килограмм меда. Вот такой интересный случай описывает один пчеловод. И еще один интересный случай. Он так и называется. Интересный случай. Примерно в двух километрах от нашей пасеки был посеян подсолнечник Носилос. Высевался он поздно, поэтому цветение затягивалось до первых чисел сентября. Погода стояла теплая, и пчелы охотно летали за взятком. Подсолнечник скосили в разгар цветения, и пчелы по привычке полетели на него. Оказавшись там, я заметил у срезанного стебля подсолнечка кучку пчел, примерно штук 100-150. Пчелы были живые, но беспомощные. На следующий день утра я отправился туда. Пчелы были на месте. Ослабевшие они даже не взлетывали. В двух местах я заметил еще покучки пчел. Что же произошло? Известно, что пчела, вылетая из улья за нектаром, набирает в зобик мед с расчетом, чтобы его хватило на питание в пути до источника взятка. На обратный путь она уже тратит частицу собранного нектара. В данном случае пчелы, прилетев за нектаром, израсходовали запас корма, а цветы внезапно для них исчезли, и на обратный полет не было корма. Вот такое предположение представляет, возможно, что оно реально такое и есть. Итак, уважаемые, вот такие вот информации для вас. Если хотите еще посмотреть интересную информацию, кликните в конце видео, или ставьте, как говорится, лайки, задавайте вопросы. Стараюсь для вас интересные случаи подбирать. До встречи, до следующего видео. Продолжение следует...